Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Садовый Гид и я Лариса Зарубина. Сегодня у нас тема ролика очень важная. Будем наши домашние цветочки. И не только будем, но и начинаем их подкармливать. И сегодня в ролике я с вами поделюсь своими любимыми коктейлями, любимыми подкормками, которыми я подкармливаю свои домашние цветы. В комментариях, когда я показываю свои домашние цветы, первый вопрос всегда сквозит. Чем ты их кормишь? Вот сегодня я открою все секреты. Теперь смотрите, для рабочих людей, которым совсем некогда, и они вообще скажут, фигня какая, мы еще ничего не хотим, и нам вот проще химию развести и все. Друзья, помните о том, что органоминеральная подкормка это самое лучшее. Я вам в начале ролика сказала. Поэтому, если вам некогда вот с этим всем заморачиваться, выбирайте линейку, где как раз и есть сочетание здоровья и качества. Вот я себе удобрения, вот эти, выбрала, эти мои любимые удобрения. Я им пользуюсь всегда на протяжении уже всего времени цветоводства, которые я прямо-таки вот вам рекомендую настоятельно. Мне оно очень нравится. И результат вот, пожалуйста. Здесь смотрите, на что обратить. Причем вот это, смотрите, Bonnefort называется удобрение. По цене, вот если это дороговато, то вот это, это очень доступно. Вот я пошла вчера к ролику, взяла не страшные бутылки, которые у меня в обиходе уже страшно показывают, а вот именно чистые бутылочки. Смотрите, цена, средняя цена бутылки где-то в диапазоне, ну, 115-130 рублей. Все зависит от того, какое вы выберете удобрение. Если там для рододендров, оно чуть может быть подороже. Если вот такое обычное удобрение для фиалок, все, цена очень доступная. И здесь вот этой бутылки хватает, я не знаю, насколько долго. Я даже не успеваю иногда полностью реализовать его. Хоть производители пишут, срок годности хороший. Я предпочитаю каждый год покупать новые. Вот к весеннему периоду я всегда покупаю новые удобрения. Все, что осталось, я в сад. Под клематисы, под все, что угодно. Мне нравится. Фертику в домашних условиях, потому что я знаю, сейчас вы мне напишите, Лариса, фертику. Фертику я в домашнем цветоводстве не использую. Друзья, когда придете в торговую сеть, обращайте внимание на колпачки. Колпачки разные, фиолетовые и красные. Я вам рекомендую взять оба удобрения. Почему? Здесь смотрите, как делится на красоту и на здоровье. Здоровье рассчитано именно для оздоровления почвы. То есть это органоминеральные. То есть что я вам говорила, сочетание органоминеральное самое лучшее. Здесь оздоровление почвы, повышение иммунитета. И плюс еще гуминовые кислоты. То есть то, что нужно для баланса вот именно в корневой зоне. Красота предназначена для... Если цветущие, то будут образовываться бутоны. Бутоны будут большие, окрас цветка будет соответствовать тому, чего заявлено. То есть если это бегония, то она у вас будет яркая, насыщенная, красивая. Если это декоративные лиственные, вот как вот здесь, у меня декоративные лиственные. Они не цветущие. Тогда будут вот такие вот жирные, хорошие листья. То есть это способствует именно нарастанию зеленой массы. Здесь янтарная кислота, то есть то, что провоцирует. Вот здесь еще магний. Это вот как раз магний предназначен для цветения. Вот, пожалуйста. Вот для обработки растения магнием. Посмотрите, сколько образовалось бутоны. Вот здесь тоже был магний. Посмотрите, какая краснота листьев все так и сохранилась. То есть магний это, конечно, волшебство. Поэтому обращайте внимание. Линейка у них большая. Там есть и для фиалок, и для фикусов. Вот здесь я себе для фикусов купила. Вот для пальм фиалок. Вот, пожалуйста. То есть все, что вот там линейки представлено, в принципе, можно купить. Ну, если по деньгам не проходите, можно просто даже купить. Для декоративно-лиственных. И обойтись ими. И этого будет вполне достаточно для прекрасного питания растений. Так, сразу я знаю, что вы сейчас мне скажете закономерный вопрос. Вы мне скажете, Лариса, ты что, всем сразу пользуешься? Потому что непонятно. Я, конечно, не всем сразу пользуюсь. Я всегда смотрю по своей занятости. Если у меня времени нет, а пришло время к кормлению, то все, я начинаю кормить вот этой базой. И чередую. Там, через две недели кормлю разными. То есть красота-здоровье, красота-здоровье. Чередую. Но больше сдаю красоте. Потому что мне нужно, чтобы красота была. Хотя здоровье тоже важно. Дозу. Производитель назначил дозу. Я уменьшаю в два раза, друзья. Несмотря на то, что... Да, я все понимаю, но... Все-таки для цветов дозу лучше уменьшить. Помните, я в начале ролика сказала. Лучше не кормить, чем перекормить. Это правда очень важно. Так что у меня все. Я прощаюсь с вами. Я очень надеюсь, что я вам помогла. И ваши цветочки будут сытые, накормленные, красивые и ухоженные. Все. Я прощаюсь с вами. И до новых встреч.